Бутик Политик. Авторская программа Кирилла Задова, посвященная текущим мировым проблемам. Бутик Политик. Предвзятый обзор, субъективные комментарии и искренние оценки Кирилла Задова. С понедельника по четверг, с 4 до 5. Бутик Политик. Сказал, как обрезал. Приветствую, друзья, с вами Кирилл Задов от Бутик Политик. Сегодня 9 ноября, год 1023, четверг, последний рабочий день для этой передачи. На этой неделе, я имею в виду. Поэтому хотелось бы, конечно... Но у нас, я так понимаю, долго еще не будет таких четверговых выпусков, когда можно будет какие-то итоги подводить. Но, по крайней мере, тем сегодня 3, все они большие, поэтому я не знаю, что в итоге удастся успеть. Мы обязаны начать с войны в Газе, мы начнем с нее, конечно. Потом мы перейдем на ухудшение ситуации с безопасностью в Европе, потому что уведомили США и НАТО российскую сторону о том, что они выходят из соглашения 90-го года, которое эффективно закончило холодную войну по ограничению численности конвенциональных войск в Европе. Это важное было соглашение, часть всего как бы. Они не выходят полностью, просить, приостановили. Это нуждается в комментарии. И также нуждается в комментарии, по идее, и сегодня, на этой неделе, встреча Джанет Йеллан и вице-премьера китайского, их переговоры, потому что немножко поменялась конъюнктура, да, поменялся фон этой встречи. Америка на коне в плане экономического роста 5% в год, а китайцы испытывают серьезный кризис, вызванный коммерческой недвижимостью, построенный, пустующий. Ну, короче, тоже большая достаточно тема, может быть, ее, скорее всего, и перенесем на следующую неделю, посмотрим, как будет ситуация развиваться. Такой план, что успею, то будет сегодня. Давайте так, без завышенных ожиданий я постараюсь как бы быть кратким по всем вопросам, но сомневаюсь, что это получится. Вот, ну вы можете мне писать, как обычно, 347-4-6-0-8-7-7, это СМС-портал прямого эфира для всех, кто в прямом эфире меня слушает и смотрит, на всех платформах вещания USA Radio, а также на Картину ТВ, естественно. Ну и все, кто на моем YouTube-канале может это наблюдать, то, пожалуйста, подписывайтесь. Если вы еще не подписались, найдите канал, подпишитесь на него, комментируйте, ставьте лайки, это поднимает, естественно, рейтинг программы. И не рейтинг, а ее место в лентах других пользователей и делает ее более доступной для остальных желающих. Вот, искать меня очень просто в YouTube. Кирилл Задов наберите в SearchBox, и то же самое в Google может сработать. Найдете канал, подписывайтесь. Ну что ж, есть как бы и хорошие новости для тех, кто, естественно, болеет за израильскую сторону, потому что те, кто болеет за сторону Хамаса, для них эти новости нехорошие. Несмотря на то, что как бы, то есть из-за того, что на самом деле боевые действия усиливаются в Газе сейчас, и израильские войска подошли к близко очень к главному командному пункту штабу Хамаса, и бои тяжелые идут в нескольких местах вокруг, как бы и в Газа-Сити, и к северу от него, и южнее. И я так понимаю, что Газа-Сити окружен. И большая часть уже, западная часть Жабалия, рефюджий лагеря уже захвачена тоже. Был очень тяжелый бой там. Но, в принципе, самое главное то, что приблизительно они к Headquarters, который около Альшифа госпиталя находится, самого крупного медицинского центра во всей Газе, под которым, как мы знали, мы сейчас с операцией Летой Синиц находился и командный бункер Хамаса еще с того времени, 2009 года. В общем, ну, естественно, он построен был раньше и функционировал уже раньше, просто стало известно, где он именно тогда. И сегодня Гейор Айленд, генерал-майор Запаса, который был помощником команды безопасности, не помню у кого. То ли у Барака, то ли у Шарона, я не помню. В общем, человек, на мнение которого я часто опирался в разных своих программах, человек, который много по безопасности писал и продолжает писать, раньше он писал в жерузовном посте сегодня его статью, или вчера, опубликовал его идиота Хранот, я в переводе ее увидел. Он говорит, что сейчас нужно, сейчас продолжать, ни в коем случае никаких перерывов нельзя делать, потому что если Айдеев, если армия израильская будет продолжать сейчас так же агрессивно, и, может быть, даже увеличивая агрессивность атаки, атаковать этих хедкоттеров и вовлекать Хамас везде, где она сейчас вовлекает, с большей агрессивностью в уличные бои, включая бои, естественно, в туннелях и зажимая кольцо, то в итоге главный командный центр коллапс, да, будет коллапс его, и их сопротивление в Газа-Сити будет сломано. И для этого, он не называет, конечно, сроки, говорит, пока, до этого момента еще очень далеко, но ни в коем случае нельзя останавливаться, потому что у Хамаса есть несколько сейчас вопросов, у него проблемы с коммуникациями между группами, да, боевыми, и самая главная проблема, которую сейчас Хамас испытывает, это нехватка боеприпасов. И этим надо пользоваться, ни в коем случае не объявлять никакого прекращения огня. Да, то, на чем так все настаивают, конкретно стороны настаивают, объясняя это невероятно тяжелым положением беженцев, которые, да, тяжелые, палестинцев, в принципе, в Газе, цивилинс, да, гражданских, я скажу об этом чуть позже, это правда катастрофа происходит гуманитарная, в этом нет никаких сомнений, и все, что можно сделать для того, чтобы облегчить страдания миллиона, полутора миллионов человек надо сделать, но при этом нельзя объявлять прекращение огня. Это говорит Георг Айленд, и я не думаю, что нужно быть, в принципе, генералом, чтобы понимать, что любая передышка, которая сейчас будет у Хамаса, она поможет ему чрезвычайно и отстрочит победу израильскую, да, уничтожение Хамаса, боевой структуры, по крайней мере, которая необходима для того, чтобы минимальные цели этой операции были достигнуты. Минимальная цель это ликвидация боевых возможностей Хамаса. Хотя она была заявлена как бы как главная цель, но понятно, что там еще очень-очень много вопросов остается, о них вчера мы, кстати, об этих вопросах говорили, но для начала надо, по крайней мере, решить вопрос с боевиками из военной структуры, с 500 километрами туннелей и так далее, и так далее, и так далее, то есть полностью эту систему разветвленную, сеть, фабрики, все, что есть, да, вся эта инфраструктура, включая и боевики тоже те, которые не сдаются, должны быть уничтожены. Я думаю, что те, кто, опять же, болеет на этой стороне, находятся, да, брикад, да, на нашей стороне, я имею в виду сейчас, да, на стороне добра. Я не люблю очень использовать подобные штампы, сторона добра, сторона зла, но в данном случае мне сложно себе представить, что можно на голубом глазу рассказывать про то, что на самом деле тут есть две стороны, и что есть как бы нератив, у Хамаса, с 7 октября у Хамаса нет нератива, я прошу прощения, все, что я знаю от того, что произошло с 7 октября, говорит мне, что эта сторона, как бы более не, ну, что с приниматься, как, а, сторона для возможных потенциальных переговоров, б, как то, что можно, как, в принципе, оставить на рассаду на потом. Нет, они должны быть полностью искоренены, искоренены, выжжены, да, выжжены в том плане, что не должно быть боевиков Хамаса живых после того, что сейчас происходит. Ну, и если кого-то они возьмут в плен, они не должны, по моей точки зрения, брать и пленок в этой войне, мне так кажется, но в любом случае есть определенные положения международного права, поэтому я представляю себе, что Израиль как государство не может игнорировать международное право. Хамас, так как он не государство, а неформальная боевая структура, хоть и правящая в данный момент, правившая в данный момент в Газе, до начала, по крайней мере, сухопутной операции, она может себе позволить не руководствоваться международным правом. Израиль, в принципе, не может, потому что он государство, да, и член организации объединенных наций и так далее, и так далее. Я уже не говорю, что он государство, созданное решением организации объединенных наций, поэтому, ну что, есть определенные вещи, которые можно делать, это вещи, которые делать нельзя, поэтому здесь я понимаю, что есть огромное количество слушателей и зрителей, которые считают, что на самом деле Израиль далеко не делает то, что нужно и необходимо для того обеспечения собственной безопасности, исходя из того, что нормы международного права его ограничивают, но, к сожалению, они не только его ограничат, они всех, в принципе, ограничивают, и есть вещи, которые можно делать, и есть вещи, которые нельзя делать, да. Есть, в любом случае, да, сейчас мы чуть-чуть позже пройдем непосредственно к ситуации с беженцами, ситуации с палестинцами на севере, на юге и так далее, и так далее. В битве за Джибалию, западная часть этого лагеря, где бой продолжался 10 часов, на поверхности и в туннелях он продолжался, удалось открыть большое количество туннелей, погибло 50 боевиков Хамаса. Я не знаю, как потерь с израильской стороны. Эта информация не была мне доступна. Видел я о том, что сообщили о гибели двух сержантов, но я опять же, я так понимаю, что это далеко не вся информация, и настоящие цифры потерь мы не так быстро будем узнавать. Ну, опять же, идет война, это является информацией чувствительной. Опять же, и также надо понимать, что по действующим, как бы, действующим правилам, пока родственники не узнают, пресса не узнает. Сначала родственники, потом пресса. Родственники не должны узнавать о гибели своих близких из газет. Да, они должны узнавать это от военного, от их личных, от их командиров. Потому что командир израильский, офицер израильский, сообщает родственникам о гибели своего подопечного. Такое правило, насколько я помню. Теперь, относительно общей всей ситуации. Да, это как бы то, что происходит на поле боя, будет усиливаться. Это, скорее всего, теперь в международном плане, в плане давления, давление американское усиливается. И сегодня, проскочивая информация, в Офтриджону сообщил, что Белый дом сообщил, что будут ежедневно объявляться четырехчасовые паузы в бомбардировках для того, чтобы беженцы могли уходить с севера на юг. Со временем Израиль это опроверг. То есть, пока точного понимания, до чего в итоге договорились, к чему это давление в итоге привело, нет. Но Израиль уже открыл гуманитарные коридоры, по которым шесть часов в день, например, по этой, я так понимаю, по этой словах один рот, по филадельфийскому коридору, уходят. Вот, например, за сегодня 80 тысяч палестинцев с севера на юг ушло. На севере вообще ситуация абсолютно ненормальная с точки зрения условий для жизни. Их просто нет, потому что нет канализации, нет электричества, нет уже неделю туда не поступает питьевая вода, там не раздается ни вода, ни еда. И нет топлива. Соответственно, в госпитале многие уже не могут работать, потому что нет топлива, не работает. Естественно, в бейкере не работает ничего, потому что нет топлива. А разные варианты это топливо туда подать, через Организацию Объединенных Наций, сталкиваются с серьезными логистическими проблемами. Израиль предложил ООН непосредственно заниматься распределением топлива, которое будет разрешаться туда к ввозу со стороны Израиля. Но ООН должно за это отвечать. И должно иметь там определенный персонал. И идея была, что это происходило бы, допустим, на западной части, на пляже, на побережье морском, там, где можно будет такое место разместить в специальной фасилете, то есть разместить в специальный лагерь, в который занимался бы раздачей этого топлива необходимого. И сотрудники ООН должны были бы быть уверены и убеждаться, что ХАМАС не имеет к этому доступа, к этому топливу. Вот потому что это ключевой момент и очень важный, чтобы ХАМАС не имел доступа к тому, той гуманитарной помощи, которая идет, да, боевики к нему не имели доступа. Не посмотря на то, что как бы для меня вообще сама по себе идея того, что можно как бы в газу что-то завести, и ХАМАС к этому не будет иметь доступа, для меня это немного странная идея. Я очень сомневаюсь, что это выполнимо, но ООН просто изначально сейчас пока говорить нет, потому что мы не можем за это отвечать, у нас не хватает для этого логистичных возможностей. Что я тоже понимаю прекрасно, учитывая и количество сотрудников разных иностранных миссий, уже погибших в ГАДе в результате военной операции, и полное отсутствие вообще какой-либо сейчас инфраструктуры в северной части сектора, из-за и бомбардировок там и так далее, и так далее. Значит, когда, кстати, Израиль опровергал американскую информацию о четырехчасовых ежедневных прекращениях огня, то было заявлено, что Израиль продолжит наносить удары там, где он считает нужным, когда это необходимо, потому что эта ситуация, она диктуется, эта необходимость диктуется условиями боевых действий, в которых все это происходит. И опять же, прекрасно, Павел, просто понять, что жизнь солдат находится в приоритете в данном случае, несмотря на то, что есть достаточно большой попутный сопутствующий ущерб для и гражданской инфраструктуры, и для непосредственно мирных жителей там проживающих, жизнь солдат, которые проводят операцию, которые там на переднем краю, для армии израильской, да, является, находится в приоритете тоже. Поэтому здесь все не так просто, и трагедия, на самом деле, которая на глазах сейчас разворачивается в газе для мирного населения, она становится все больше и больше с каждым днем. Это так. На севере все равно еще, несмотря на достаточно большой исход, о котором разные средства массовой информации пишут, несмотря на достаточно большой исход людей с севера сектора, остаются сотни тысяч гражданских. В разных помещениях, которые еще остались, в госпиталях они прячутся, они прячутся в том, что осталось от их домов. В общем, это совершенно страшная ситуация, учитывая, что деградация происходит, условия жизни на глазах буквально за часы. Поэтому экстренно нужно как-то эти вопросы решать. Это только первое. Одна часть проблем. Вторая часть проблем, она более массивная проблема, связанная с тем, что такое количество людей, которое пришло на юг, никакие... по силу, я это слово пытаюсь перевести на русский язык, никакие существующие возможности на данный момент, чтобы принимать беженцев, не могут покрыть. Потому что, когда миллион человек приходит с севера на юг, примерно, да, о таких цифрах мы говорим, ну, порядок цифры, по крайней мере, а возможности у организаций объединенных наций и каких-то еще гуманитарных структур, которые там действуют, ограничиваются 560 тысячами человек, получается, что на каждую койку есть два человека. И это не те условия, которые вообще не то, что там допустимые. Они, конечно, недопустимые. Но это... Вот такова реальность сейчас. Ну и опять же, а размещать людей... Теперь следующая проблема. Размещать людей в тех местах, где нет возможности их принимать. Где нет кроватей, где нет именно туалетов. Да, один туалет на 160 человек сейчас. Один туалет на 160 человек сейчас на юге, да, по информации вот Волстри Джона опубликует. Теперь тут момент с точки международного права, как выяснилось, да, любое нахождение людей в том месте, где они не могут находиться, в массе, да, как это сейчас происходит с севера на юг, вот они приходят туда, а там ничего нет вообще для них, ничего не готовы их принимать. Это приравнивается к force displacement, то есть к насильному переселению. А насильное переселение есть как бы часть трактовки, да, в международном праве сегодня понятия геноцид. Поэтому, то есть часть как бы этого процесса, да, и это, и это может реально серьезно, это, естественно, увеличивает давление на Израиль, потому что это представляет себя коллективное наказание, которое международное право, как мы понимаем, запрещает. Теперь коллекция в плане. Теперь это эти все вопросы, которые нужно будет решать уже сейчас, и Израиль должен делать то, что необходимо делать для облегчения участия гражданских, которые бегут, при этом не снижая накала боевых действий на севере, но делая намного больше для того, чтобы те мирные граждане, которые в Газе есть, могли получать доступ к электричеству, к воде, к еде и к горючему, да, к топливу. Не знаю, как на практике это сделать. Да, учитывая, что эта война, которая сейчас на наших глазах разворачивается, идет уже сухопутная, точнее, часть этой операции, она как бы всегда была ночным кошмаром и израильской армии, и многих аналитиков вопросов безопасности. Все всегда говорили, только не начиная в этом говорить, когда я, например, с кем-то заикался, начинал разговор о том, что будет происходить, когда нужно будет авгиевые конюшни газы защищать, да, мне всегда говорили, давай об этом сейчас не будем говорить, потому что это как бы невообразимо. Ситуация, которая возникает, в результате подобной военной операции, которую мы сейчас наблюдаем, она невообразимая, и поэтому сложно в такой, видя, что происходит, и понимая, что оно должно было бы происходить при таком уровне военных действий, которые сейчас в Газе происходят, понятно, что никто не готов как бы серьезно это обсуждать, невозможно себе представить, невообразимая картина того, что сейчас происходит. С точки зрения гуманитарной катастрофы, с точки зрения военной логистики и военной логики, да, все понятно здесь, даже человеку, который не является военным экспертом, такому, как я, понятно, что если Израиль будет персистент, да, то есть если он будет упорно делать то, что он делает в плане уничтожения Хамаса, то он преуспеет. Но для этого требуется постоянство, возможность сопротивляться огромному, невероятному сейчас, и нарастающему с каждым в нем международному давлению, и риск, естественно, санкционного давления, который тоже есть, присутствует, например, да, и даже теоретически от союзников Израиля сегодняшних он может последовать. Вопрос, как бы, когда это произойдет, то, что я вчера сказал, по-моему, в программе, да, что, в принципе, у Израиля есть наподобные интенсивные военные действия, которые сейчас происходят не так много времени, пока давление станет непереносимым на него. Да, теперь, Макрон, видя все это, и помня о том, что, помимо той однозначной поддержки Израилю, которую Мануэль Макрон, например, президент Франции, высказал, у него еще все-таки достаточно большое количество мусульман проживает в стране, и его партия может очень сильно из этого потерять на ближайшем, на следующих выборах, которые будут. Ну, и не только по этим причинам, а просто по причинам, как бы, гуманизма. Это Франция, то есть не все, как бы, определяется краткосрочными политическими интересами того иного лидера, некоторые вещи определяются о философии самого государства, как оно функционировало традиционно последние столетия на международной арене. И Франция – это серьезная страна, вселенная, вы всегда знаете мою позицию, и Франция – мое слабое место, да, в моем сердце всегда имеет спад, sweet spot, да. И, опять же, так как ваш покорный слуга тоже воспитывался на французской литературе, я думаю, как и многие из тех, кто меня сейчас слышит и смотрит, и все читали, и Жильверна, и Мопассана, и Золя, и Гюго, и так далее, и так далее, и Дюма, естественно. И для нас, для всех Франция, не пустой звук. Это, да, целая вселенная, и треть мира говорит по-французски. И понятно, что если уж кто-то сейчас в этой ситуации может заниматься облегчением гуманитарных, гуманитарных концов, которые в Газе происходят, то Эммануэль Макрон, как бы, вот он, эту возможность берет, и я думаю, что там правильно поступает. Он собрал в Париже огромную конференцию, большую, потому по вопросу помощи мирным жителям Газы, несмотря на то, что, конечно же, выступающие на этой конференции ребята типа Мухаммеда Штайе, премьер-министра палестинской автономии и других официальных лиц палестинской автономии, говорят о том, что Израиль проводит геноцид сейчас, что неправда, да, потому что не стоит задача, ну, естественно, что в официальном нерате романа будет звучать, так же, как и от Хамаса звучит все время, что Израиль пытается исполнить трансфер под шумок сейчас того, что происходит, да, под шумок, как бы, обеспеченную свою безопасность. И игнорируя сейчас то, что сказал Шукрип, министр национальных дел Египта, находящийся сейчас тоже на этой конференции, он сказал, что то, что сейчас делает Израиль в Газе, серьезно, значительно превышает нужды его самообороны, что неправда, и интеллектуально честное, это политическое заявление, не отвечающее реальности, да, несопоставимое с реальностью, потому что если, когда происходит такая ситуация, как 7 октября, то для того, чтобы подобная ситуация в будущем не повторилась, нужно структуру, которую эту штуку исполнил, ликвидировать. И ликвидация подобной, потому что эта структура представляет для Израиля экзистенциальную угрозу, и 1400 убитых могут тому свидетельствовать, да, за один день, и изверства, которые Хамас там исполнял. И раз так, значит, дальнейшее существование этой структуры военной, с существованием государства Израиля несопоставимо. В данном случае, еще раз напоминаю, что с точки зрения реализма, когда государство сталкивается с экзистенциальной угрозой, то оно может идти для ее устранения даже на экзистенциальный риск. И в данном случае, если эта операция в Газе, война в Газе будет продолжаться еще долго, то Израиль столкнется с экзистенциальным, может быть, риском серьезного, тяжелейшего экономического давления, и может быть, даже открытие второго, там, и третьего фронта, и так далее, и так далее. И это все серьезные угрозы, но Израиль обязан на эти вещи, на эти риски идти сейчас, потому что угроза экзистенциальная. То есть теория здесь должна срабатывать четко и правильно, а государство в своей политике всегда должно руководствоваться реализмом. Говорить оно может что угодно, но действовать оно должно исходя из реализма, в реализме самое главное это выживание государства. Поэтому, извините, ребят, тут как бы так получается теперь. И да, понятно, что под этим мечом, этот меч, который сейчас, да, это коса, которая косит, под нее попадают, естественно, мирные жители тоже. И их страдания надо, конечно же, уменьшить, как это возможно, и вот этим эта конференция занимается. Но сказать, что Израиль, то, что сейчас Израиль делает в Газе, превышает нужды его самообороны, это неправда. Это не превышает нужды его самообороны. Для израильской самообороны необходимо Хамас уничтожить. Такова реальность. Да, что ж тут еще можно добавить? Ну, по крайней мере, теперь задача как? Да, и вот они обсуждают. Уже Франция послала туда корабли, Египет уже разворачивает лагеря, при этом там, да, филд госпитали полевые в Северном Синае. При этом, все они при этом говорят, что на самом деле все усложнено тем, что граница-то закрыта, говорят египтяне, и французы. Граница-то закрыта, то есть мы не можем, в Газу нам очень сложно что-то передавать, есть определенные ограничения. А минимальные, то есть эти госпитали, они еще не заполнены даже, потому что, да, не должны ранее туда поступать, но есть проблемы. Граница-то закрыта, говорят египтяне. Так откройте границу. Если вы реально хотите помогать мирному населению Газу, впустите их на то время, пока идет военная операция, разместите их, отходите. У вас есть возможности, у Франции, у ООН, надо будет, Америка поможет. Пришлют палаточные лагеря, да, соберут их. Каждый такой лагерь может там от 5 до 7 тысяч человек принимать. Этих лагерей можно огромное количество прислать. Есть опыт миллионов сирийских беженцев, которые в таких лагерях размещали. И наверняка количество этих палаток, оно остается, да, есть, что делать, как бы, есть кому этим заниматься. Есть разные структуры, откройте границу. Вместо того, чтобы держать границу закрытой, и рассказывать про то, что то, что делает Израиль в секторе, значительно превышает нужды его самообороны, откройте границу, запустите несчастных мирных людей, запустите их во временные центры эти, чтобы они там находились до завершения основной части боевых действий. Что вам мешает? Это большой вопрос. Я удивляюсь, на самом деле, почему Лига Арабских стран, которая вот скоро должна собраться и решать вопрос, да, что же делать, да, каким образом эту проблему решить. Я очень сомневаюсь, что, правда, они каким-то образом могут эту проблему решить, потому что, и потом, они там между собой могут решать все, что угодно. Не вопрос. Вопрос в том, что на этой заседании Лига Арабских стран Израиля же нету. А вы там можете принимать решения какие угодно, но вы не являетесь той стороной, которая сейчас ведет активные в Газе боевые действия. И для того, чтобы эти все ваши решения, все эти ваши разговоры имели хоть какой-то смысл, надо тогда, может быть, израильского представителя пригласить, для того, чтобы можно было высказать свои опасения, свои соображения, да, и прийти к какому-то разумному моменту здесь. Вполне возможно. Опять же, это пока все, то, что я говорю, это фантазия. Конечно же, никакого израильского представителя ни на каком из здания Лига Арабских стран не будет, да, и несмотря на то, что есть уже страны, которые давно уже имеют мирные договоры с Израилем кто-то давно, кто-то недавно. В любом случае, это даже не вопрос реальности, да, это невозможно. Поэтому эти разговоры останутся разговорами, но давление будет возрастать. И американское давление будет возрастать, и европейское давление будет возрастать. Уже кто-то из, я не помню, вчера я говорил это или нет, что кто-то из испанских министров уже сказал, что Израиль должен быть подвергнут тем же самым санкциям, которые Россия была подвергнута после начала, после украинского вторжения. Правда, его голос не был услышан как бы в Евросоюзе, понятно, и в испанском правительстве они все так считают. Вот, но тем не менее, с тампак того, что уже от министров разных европейских стран уже такие вещи звучат, это на самом деле тоже не очень хороший знак. Короче, на фронте успехи есть. Во внешней ситуации и в облегчении страдания мирных жителей успехов пока маловато. Добро пожаловать в Бутик Политик, сейчас вторая, с вами Кирилл Задов, сегодня 9 ноября, год 1023, четверг. Успеем поговорить о приостановке участия Соединенных Штатов Америки и НАТО в краеугольном камне, договоре, который считался краеугольным камнем европейской безопасности и одновременно с этим был, когда его подписали, было ясно, что Холодная война на этом закончилась. То есть он знаменовал собой подписание такого договора, знаменовало завершение настоящей на бумаге Холодной войны. В 90-м году его подписали и он продолжил как бы линию, взятую в 87-м году еще между Горбачевым и Рейганом, да, помните, они в Рикявике встречались, там договорились про пакет, я помню, когда Горячев говорит, что мы, драматически так говорил, что мы решили договориться о пакете, я помню этот момент, пакет включал в себя там многие вещи, но первое, как бы, да, было договор о ракетах средней дальности, о их количестве, об запрете их размещения в определенных местах, короче, вот этот договор, он как бы давно уже, участие в стороне приостановлено, и со стороны России, и со стороны Соединенных Штатов тоже. Теперь пришел черед договора о ограничении SFI, Conventional Force, да, договора об ограничении стратегических, конвенциональных, короче, сил в Европе, и договор этот покрывает много чего, он покрывает количество солдат, количество, допустимое, да, покрывает количество танков, количество авиации, которые можно, то есть, вот сколько можно войск, короче, в полном смысле этого слова иметь в Европе, каждый из сторон, для того, чтобы не возникало, не возникало, как бы угрозы атаки сюрпризов, да, и, если быть честным, в этой ситуации, как бы, то Запад обменял Россию в нарушение этого договора уже достаточно давно, потому что, когда нужно было чеченские войны начинать, и нужно было для этого на Кавказе состатачивать большое количество войск, то количество, которое там было состатано, нарушало этот договор уже тогда. Также в 2007 году Россия начала на Кавказском регионе увеличивать количество, да, сейчас я вам рассказываю западный нератив, да, вот, что Россия начала, короче, тоже состатачивать большие количества войск, поэтому вот та война грузинская, которая была в 2006 году, да, количество войск, которое было задействовано, оказалось сюрпризом для западной стороны, тоже, да, такой момент. Ну и в 2014 году, да, с переброской войск и после украинской границы, 40-тысячного, я не ошибаюсь, контингента, и операция по Крыму, да, звенья одной тюпи, который, как бы, Запад после этого очень осторожно смотрел, как бы, на любые соглашения, которые были с Российской Федерацией, или были с Советским Союзом, ну так, Российская Федерация является правоприемницей, да, Советского Союза, то, соответственно, все, что было сделано, как бы, оно начало уже сильно разрушать доверие, и Россия в мае 23-го года уведомила НАТО и США, что оно вообще выходит из этого соглашения, не приостанавливает, это выходит из соглашения, но пока, я так понимаю, еще официально не вышло, в НАТО, и между США и НАТО были премия, да, каким образом отреагировать, потому что нельзя реагировать, и НАТОвские официальные лица говорили, что по большому счету, мы должны были уже приостановить наше участие в 2007 году, да, мало того, что есть ограничения, как в любом международном договоре, относительно того, сколько чего можно, сколько иметь танков, сколько иметь пехоты, сколько иметь авиации, разрешено, важный момент еще, что нужно ведь информацией делиться, и потому что все, о чем в сторону договариваются, должно быть верифайбл, то есть проверяемо, если это не проверяемо, то это соглашение, ничего не стоит, да, как в том анекдоте, а у меня тузовый покер, покажите, у джентльменов не принято, понимаете, тут принято, потому что, если не проверять, то тогда этого не существует, фактически, опять же, потому что реализм, да, в реализме мораль не играет роли, напомню, врать можно и нужно, для обеспечения национальной безопасности и национальных интересов государства, врать не проблема, поэтому, соответственно, если нельзя проверить, то можно, safe, да, то можно четко предположить, безопасно, да, предположить, что другая сторона врет, если то, что она говорит, нельзя никак проверить, поэтому, был механизм верификации, можно было, и нужно было делиться этой информацией, теперь, значит, это официально США и Евросоюз, и НАТО, простите, уведомили, как бы, другую сторону, в данном случае, Российскую Федерацию, тогда этот договор включал Варшавский договор, и, простите, то третье, да, то соглашение включало страны Варшавского договора и Советский Союз, которые, на самом деле, по количеству личного персонала, невероятно превышали возможности зап. НАТО, НАТО и США, там, на европейском континенте, поэтому, этот договор, конечно, был очень выгоден в тот момент НАТО и США, без сомнения. И ограничение, любые ограничения на ракеты, тоже очень выгодно, потому что, НАТО и США, потому что, например, Соединенные Штаты Америки имеют определенные преимущества во флоте, например, в виде авианосцев, которых у Российской Федерации и у Советского Союза, и у стран Варшавского договора не было, и вот эти вот, то, что есть, допустим, более крутая часть вооруженных, да, упрощенно говоря, более продвинутые вооружения, какой-то вид чего-то, да, что есть у одной стороны, компенсируется какими-то другими преимуществами другой стороны. В России, у России это компенсировалось, Россия компенсировала это, и Советский Союз компенсировал ракетами, на самом деле, которые, которые значительно более эффективны, надежнее, дешевле и так далее, и так далее, и вы сами можете это все перечислить, потому что мы уже много раз об этом говорили. В общем, когда Савин, Варшавский договор распался, и почти все страны Варшавского договора в итоге сейчас находятся в НАТО, что является нарушением всех джентльменских договоренностей, которые были, да, про то, что НАТО не пойдет на восток, оно пошло, пошло и пришло в итоге на восток, и это являлось как бы той причиной, по которой Российская Федерация действовала не в соответствии с тем договором, который был тоже. В общем, просто тот этот был на бумаге, а тот был устный, в этом разница. Но сейчас не в том дело, кто прав, кто виноват. Единственное, что я хотел бы в завершении этой передачи отметить, ребят, что в итоге Европа, НАТО и США остановились на приостановке, а не на тотальном выходе, то есть надежда на то, что теоретически это можно воскресить из мертвых, этот договор, она существует. Это первое. И это положительный момент. Второй момент. Понятно, что украинский конфликт, он перевернул как бы все, о чем, то есть то, чего боялись, произошло, и угрозы столкновения цивилизационного, да, она усилилась, невероятно, это угроза. И все эти знаки о приостановке договоров по открытому небу, там многие разные вещи, да, которые происходили, о которых ваш покойный слуга вам рассказывал в течение последних полутора лет, ну, я уже не говорю про санкционное давление и про достаточно серьезное противостояние, которое мы сейчас наблюдаем на европейском континенте, да, это все знаки серьезного ухудшения, как мы понимаем, отношений. И надеюсь я, что с завершением украинского конфликта, или хотя бы с его приостановкой, давайте скажем так, напряжение в отношениях между Россией и Западом тоже начнет спадать, потому что мы видим, да, что Хантингтон все равно прав, да, он говорил, и говорил это много, и писал об этом, что для того, чтобы победить варваров, цивилизации должны объединяться. Я думаю, что рано или поздно все-таки здравый смысл восторжествует и западно-христианско-восточко-христианская цивилизация объединяться для того, чтобы противостоять варварам. А кто такие варвары, ребят, мы все видим. Мы все это наблюдали вот в последний месяц, и до этого тоже мы знаем, кто они, поэтому, ну, тут как бы надо что-то, как-то более по-взрослому, наверное, подходить, да. Хватит уже делить интересы в Европе. В Европе как бы уже все поделено и все понятно на самом-то деле. Да, подзывом. А надо как бы решать вопросы сейчас не в Европе, а на Ближнем Востоке надо заниматься серьезными проблемами. Друзья, большое спасибо, что были со мной. С вами был Кирилл Задов и слушали Бутик Политик. До встречи в понедельник в этой программе. Бутик Политик Сказал, как обрезал.